140 лет в Сибирде ППС является основной службой по обеспечению порядка и борьбы с преступностью Какова история и чем примечательна Усталар Кувинск в рубрике «Точка на карте» о жизни селян и о населенном пункте? Здравствуйте, в эфире телеканала «Россия-24» Карачаева, Черкесия Уникальный уголок природы, очаровывающий красотой и чистым воздухом свой 140-летний юбилей Отметил город-курорт Сибирда Для всех жителей и гостей были организованы спортивные состязания, кулинарные мастер-классы и яркий праздничный концерт На торжестве побывал и Алихан Лепшоков Город-курорт Сибирда является не только республиканской здравницей, но и жемчужиной в ожерелье курортов России Сюда приезжают сотни туристов поправить свое здоровье и отдохнуть Красота и мягкий климат города-курорта Тибирда завораживает каждого посетителя Это место – райский уголок и действительно является божьим даром, как переводится с карачаевского языка самоназвание Тибирды Здесь множество природных достопримечательностей В Тибирду приезжают многие поправить свое здоровье в санаториях, которые находятся на территории курорта Чистые источники и прекрасное озеро Каракель является визитной карточкой города К 140-летнему юбилею на Центральном парке в течение дня проходили различные праздничные мероприятия Сами же жители и гости города поблагодарили всех организаторов за такое торжество и обратились со своими пожеланиями Мы приехали на этот праздник из Ставропольского края, из города Благодарный Для того, чтобы посмотреть на этот город, на этот праздник, поздравить всех горожан его Пожелать им процветания, пожелать им удачи, успехов, здоровья, всего самого доброго Все хорошо, нравятся организаторы, постарались для детей, для взрослых, есть на что посмотреть В течение дня на празднике проходили различные спортивные состязания В соревнованиях могли принять участие как дети, так и взрослые Отрадно видеть, что многие жители Тибирды проявляют свой интерес к спортивным дисциплинам И активно участвуют в них, отмечают организаторы У нас сегодня проводятся спортивные мероприятия дисциплины стрельба из лука, поднятие гири, колтаж на метание камня и армспорт Самая аппетитная часть праздничного мероприятия – это кулинарные мастер-классы Здесь каждый мог попробовать вкусные хачаны, сочное мясо баранины и, конечно, традиционный свежий напиток айран из огромного чана Это прекрасная традиция – отмечать день города и так приятно нам видеть радость в лицах наших тибирдинцев, уверяют старожилы курорта Очень много приезжих. Нам приятно, когда они общаются, приезжают Да, и традиционные блюда вот бесплатно все дают, все идут, кушают, радуются, это уже приятно Гражданам нашей большой страны я желаю крепкого здоровья, долголетия, успехов в труде и воспитания подрастающего поколения Его торжественный концерт открыл приветственным словом от главы республики Рашида Темрезова, заместитель председателя правительства Карачаева Черкесии, Мурат Сюенчев Главное богатство тибирды – это ее жители, трудолюбивые, гостеприимные, которые бережно хранят и приумножают дарованную природой красоту А с приходом в город-курорт природного газа, уверен, у жителей появится еще больше стимула для развития малой родины Также поздравил жителей тибирды и мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов Здесь живут по-настоящему добрые, искренние, шедрые, гостеприимные люди, которые чтят традиции и обычаи, передающиеся из поколения в поколение Ежегодно город-курорт Тибирду посещают более 400 тысяч туристов Победители и призеров спортивных состязаний ко дню города-курорта Тибирда отметили почетными грамотами и денежными призами Завершились торжественные мероприятия ярким праздничным концертом с выступлением артистов Карачаевского городского округа Алихалим Шоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Тибирда Без живых корней не будет кроны Группа энтузиастов, объединенных заботой сохранения уникальных памятников карачаевского средневекового деревянного зодчества Они чуть в этом не сомневаются Сейчас волонтеры ведут работы по консервации единственной уцелевшей водяной мельницы в ауле Хурзок Первоочередная задача добровольцев на данный момент – притормозить процессы разрушения древнего сооружения Эта мера до тех пор, пока не появятся средства и возможности для квалифицированных реставрационных работ Из Хурзока репортаж Ахмата Хлакич Мысль о создании инициативного движения по спасению и сохранению материально-культурного наследия карачаевского народа Как делится идейный вдохновитель и лидер группы энтузиастов Юсуф Ижаев пришла к нему еще в 2021 году В силу специфики основной деятельности мне доводится общаться с людьми из самых разных сфер, продолжает он А является Юсуф экскурсоводом Как раз года два с небольшим назад сопровождал он гостью из столицы – аспирантку исторического факультета МГУ имени Ломоносова Впечатлившись посещением древнеоландских храмов и сторожевой башни Мамьякала Гостья захотела познакомиться и с культурой быта местного населения Именно ее слова с откровенной долей упрека и оказали на меня определяющее воздействие, признается Юсуф Она была шокирована монументальностью построек, из каких они бревен сделаны Причем, мы же знаем тогда, 150-300 лет назад подъемных кранов не было, техники не было Она удивилась этим и спросила, кто это все построил? Я сказал – карачаевцы А кто здесь живет? Я говорю – карачаевцы И она сказала – если вы видите это, почему вы это не приводите в порядок? Это же памятники архитектуры В течение полутора лет Юсуф Ижаев занимался поиском единомышленников Кому не безразлична судьба уникального материально-культурного достояния нашего туристического края Хоть и не сразу, и не в том количестве, но неравнодушные люди нашлись Как и среди более старшего поколения, так и молодежи Сложившийся на данный момент костяк группы объединяет великое желание сберечь и передать грядущим поколениям То, что многие века еще должно служить напоминанием об их предках и корнях Вообще, это сокровище моих предков Они жили до нас Это останется после меня, после моего отца и после моих потомков Если они не будут знать свои корни, они не будут знать, откуда они и кто они Свою деятельность волонтерское движение началось с масштабного субботника Территории самого большого комплекса срубных строений, располагающегося по центральной улице Аула Хурзук Чешские специалисты, прибывшие в нашу республику некоторое время назад по приглашению к Кучегу имени Умара Алиева Произвели глубокие исследовательские мероприятия Древние строения Большого Карачая, дома и строба с земляными крышами Зарубежные специалисты назвали последними сохранившимися экспонатами во всей Западной Европе Одна лишь предположительная датировка древних строений, мягко говоря, сильно удивила исследователей По их мнению, возраст отдельных частей этого ансамбля древнегурской архитектуры может достигать до 500 лет В качестве волонтеров, добровольцев в деятельность волонтерского движения активно вовлекаются и молодые историки Это достояние не только нашей республики, это достояние всей Европы, можно сказать Даже не побоюсь этого слова, всего мира, потому что нету больше таких старых домов Даже не то, что во всем мире аналогов таких старых домов нет Есть в Скандинавии похожие дома, но у них старые не остались У них современные дома, такая же крыша, но они современные, а у нас они именно старые Некоторым из этих домов точно известно, что есть 300 лет, потому что на это есть бумаги Проводили дендрохронологический анализ И было выявлено, что некоторым из этих домов уже 300 лет По преданиям, есть дома, которым 600 лет Такие предания ходят, но пока мы это еще не доказали, мы еще будем собирать материал, еще будем проводить анализы Строение, за спасение которого сейчас взялись волонтеры, уникально сразу по нескольким параметрам Это, можно сказать, единственный на данный момент образец классической карачаевской мельницы До депортаций, по данным историков, во всем Карачае их было 17 Мельницы, как и кварталы, в которых они располагались, те годы были родовые Нынешний хозяин мельницы Султан Беговолов рассказывает, что его прапрадед получил добру настроения иконой лично от тогдашнего пристава Карачая Николая Григорьевича Петрусеевича Мы же знаем, что время и вода ничто не жалеют, ничего не жалеют Начало вот древесину подтачивать, вот сейчас хотим обновить крышу Тоже из старинных досок обновить, чтобы все было оригинал Пол обновить и сделать действующим экспонатом Вот установили вот здесь мостик, благодаря Буташе Вазнауру Особо его хочу поблагодарить Также хочу поблагодарить ректора КЧГУ Узденова Таусултана Который неоднократно нам посылал помощь в виде техники А также волонтеров Ахмат Халкевичев, Олег Нокхужев, Анастасия Лой Вести Карачаево-Черкесия, Хурзук, Карачаевский район В этом году исполняется 100 лет патрульно-постовой службе полиции К большому юбилею ППС МВД России запланировал ряд мероприятий В числе которых акция «Один день в патрульно-постовой службе полиции» О том, как прошла акция, расскажет Дарья Тензит Этот день для напарников Марата Балачиева и Тимура Шевхужева Проходит под беспристрастным оком видеокамеры Ранним утром полицейские вооружаются всем необходимым Наручники, дубинка, пистолет Макарова С далекого 1923 года задачи данного подразделения не изменились ППС является основной службой по обеспечению общественного порядка И борьбой с преступностью на улицах Перед тем, как приступить к патрулированию Полицейским во время инструктажа зачитывают ориентировки Не только на преступников и прававших без вести Но и на похищенные вещи Я заступить на охрану общественного порядка в городе Черкесске Принесение службы соблюдать меры личной коллективной безопасности Обращаю ваше особое внимание на вежливое тактичное обращение с гражданами Действовать в соответствии с требованиями законодательства Тимур и Марат, как и их коллеги, выезжают на маршрут патрулирования на служебной автомашине Она оснащена всем знакомым синим проблесковым маячком, рацией и видеокамерами С дежурной частью сотрудники поддерживают постоянную связь Ведь в любой момент может потребоваться наряд места происшествия В среднем у нас бывает в день около 5-6 вызовов Из которых большинство это какие-то ссоры, драки, разборки Ночью это в основном семейные какие-то конфликты А бывают такие дни, когда вроде бы немного вызовов было Но люди встречаются тяжелые Главная цель пешего или автомобильного патруля Это видимое присутствие Главный сдерживающий фактор, который помогает охладить горячие головы Отвлечь несознательных граждан от необдуманного поступка Предотвратить преступление или спасти Приезжаем в разные семьи, где мать в состоянии алкогольного опьянения находится При ней находится маленький владенец, ребенок Смотря на эту ситуацию, мы незамедлительно вызываем сотрудников ПДН Которые приходят ставить данные семьи на учет Оказываем взаимодействие с ПДН В системе органов внутренних дел очень ценятся сотрудники Которые прошли службу в патрульно-постовой службе Большинство профессионалов среди оперативных сотрудников Или руководящего звена начинали в ППС Здесь прошли закалку, научились выдержки Человек, попавший в беду или в какую-то сложную ситуацию Звонит в службу спасения И первыми приезжаем, естественно, мы Мы оказываем первую помощь Если это драка, то, естественно, разнимаем Хулиганов забираем Чтобы вернуть людям нарушенное спокойствие и безопасность Дежурная часть всегда остается на связи Автопатруль ежесекундно выдвигается на адреса Дарья Тендит, Вести Карачаева, Черкесия Аул Старокувинск Чем гордится этот населенный пункт? В чем его богатство? Чем занято население? Где отдыхают люди? А также, как изменилась жизнь на селе за последние пять лет? Вместе с Альбиной Ламковой отправляемся в Адыгихабский район История аула Старокувинск многограна Можно рассказывать часами, говорит житель аула Мурадина Кау Но в основном его внимание направлено на историю своего рода Я из рода Убыхов, можно сказать Жили на побережье Черного моря в районе Мацеста Там есть новая Мацеста и старая Мацеста Видимо, тогда и наш род тоже немаленький был В 1864 году переселились с побережья Черного моря И сперва в долину Куву Это в Краснодарском крае Потом их буквально через полтора года Опять было переселение В 1866 году этот аул Старокувинск образовался Завалось Кува Здесь рядом тоже аул Новокувинска Это тоже выходцы со Старокувинска Основная часть, которые в долине Пску жили, переселились сюда Большая часть родственников Мурадина Алиевича живет в Абхазии Навещает их часто Но все же мил в сердце уголок земли, где он родился Увидел свет солнца, делал первые шаги Учился и получил путевку в жизнь И как любой человек, любящий свою малую родину Хочет, чтобы его аул процветал А молодежь не выезжала из аула Так как богатство любого села Это его люди Было одно время, когда все уезжали А сейчас же ситуация меняется Говорит Мурадина Као В Старокувинске люди в основном занимаются сельским хозяйством Здесь бескрайние плодородные поля Местные жители выращивают дерновые культуры И разводят домашних животных Часть аульчан работает на ферме Рея Фермы Сатурн Расположены на их территории По прогнозам уже детей становится все больше Рождаемость больше Видимо в ближайшее время Школа будет тоже Классов не хватать И в детсаде Я думаю, если Население будет увеличиваться Необходимо и про детский сад Думаю Не так, как простой детсад Современные Необходимо Старокувинск за последние годы Действительно стал краше В этом году завершили работы По благоустройству Общественной территории Парка славы абхазских добровольцев Общей площадью Порядка трех тысяч квадратных метров Идея назвать его в честь людей По зову сердца вставших на защиту Абхазии Принадлежит местному добровольцу Кавалеру ордена Леона Роберту Ашби Действует боксерский зал Ранее открыли дом культуры До этого события Жители Старокувинска Уже даже успели позабыть Что такое ходить в клуб на мероприятия Прежний находился в одном здании С правлением колхоза 40 лет октября Развалился вместе с хозяйством И с тех пор аул оставался Без какого-либо очага культуры И вот теперь у старокувинцев Появилось красивое и уютное здание Вместе с ним вернулось желание Развивать культуру Говорит его директор Анатолий Черкесов Жизнь кипит и вышла на новый уровень Есть уже и первые победы У местного детского ансамбля Амра В Сочи на международном фестивале Конкурсе Радуга танцующих наций Они стали обладателями гран-при Самые лучшие дети у нас в ауле Самые певучие Это у нас в ауле Занимаемся три раза танцевальной Два раза вокал И даулисты Культура поднялась Не поднялась До того уровня, который раньше она была Была она в упадке немного За отсутствие дома культуры А насколько еще музыкальная И талантлива молодежь Можно узнать, приехав в старокувинцев Вы приезжайте в гости к нам В места кувинские Ах, самодельца и садам Все от российской Альбина Ламкова, Роберт Жигутанов Вести Карачаева-Черкесия Старокувинск У хлеборубов самая горячая пора Сейчас в хозяйство Карачаева-Черкесии Идет уборка зерновых колоссовых Как говорят труженики села Урожай в этом году неплохой Как и куда фермеры сбывают свою продукцию С какими проблемами сталкиваются Прямо сейчас репортаж с полей Прикубанского района Нашей коллеге Ольге Савенко А наш выпуск завершен Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова